Но злой волшебник заколдовал принцессу, и она заболела. Чтобы вылечить принцессу, принц отправился на поиски четырехлистного клевера, исполняющего желание. А что такое клевер? Это растение. И обычно у него три листочка. Но если найти клевер с четырьмя листочками, существует поверье, что можно загадать желание. И оно сбудется? Обязательно сбудется. Алло. Андрей, это просто дурацкое недоразумение. Я вообще не ожидала, что он придет туда еще и шампанским. А обычно вы шампанское у него дома пьете? Ну, знаешь. Не веришь, дело твое. Я тоже устала перед тобой оправдываться. Давай решим теперь насчет детей. Я сам справлюсь. Не справишься. Давай не будем мешать наши с тобой отношения и детей. Я и дальше буду забирать их с учебы и помогать тебе. Так. Пора спать. Ксюш, вытаскивай. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спать, я кому сказал. Ты что, теперь живешь на улице? Ну, конечно, нет. Я сняла квартиру. Тебе, наверное, там грустно. Я стараюсь много работать, чтобы об этом не думать. Стенка, стенка, потолок, две ступеньки, дынь, звонок. Все, дынь. Так, что это мы тут делаем? Еще четырехлистный клевер, который исполняет желание. Хочу, чтобы мама выздоровела. Где же тот клевер? Доброе утро. Доброе. Юль. Ты как? Нормально. Слушай, ты прости за тот вечер. Я правда не думал, что так может получиться. Да все нормально. Ты надолго съехала от Андрея? Я не знаю, надолго ли я съехала, но сейчас нам точно нужно жить отдельно. Я пойду. Юль. Прости. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О, ты уже закончила? Слушай, там открылся новый торговый центр с крутым дизайном. Может, сходим, посмотрим, заодно и развеемся? Я не могу сегодня. Мне надо Милу из садика забрать. Я думал, что после того, как вы разъехались, ты детьми не занимаешься. А Андрей сам не справится. Я побегу, Вань, ладно? До завтра. Давай. Ух уж эти детки. Это кто не хочет идти в садик, а? А если поймаю? А если поймаю? Палась? Ксюша, Рома, давайте быстрее. Опоздаем. Все, все, попалась. Все, давай, одевайся. Ксюша, не забудь реферат. Да. Давай. Все. Я открою. Помогите быстрее одеться. Окей. Давай, Мил. Давай одну ручку сюда. Ой. Здравствуйте. Андрей Кудрявцев? Здравствуйте. Да, я. Вы кто? Муравьева Алина Борисовна. Я из соцопеки. Здесь проживают несовершеннолетние Милана, Роман и Ксения Михайлова. Да, здесь. Вот они. Нам стало известно, что их мама в коме, и меня прислали посмотреть, в каких условиях сейчас содержатся дети. Да, конечно. Проходите. Тетя, поздоровайтесь с тетей. Здравствуйте. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что вы, дети в порядке, квартира тоже, но, как вы и говорили, он без работы. Ну, это достаточное основание. Отобрать детей на этом основании очень трудоемкий процесс и займет много времени. Ну, я думаю, вы что-нибудь придумаете. Я понял. Все, последнее. Держи. А когда мы гулять пойдем? Как только Андрей вернется с магазина. Что ж пойдем. О, кстати, вот Андрей. Пошли встречать. Привет. Здрасте. А дядя ваш дома? Да нет его сейчас. Андрей. Что здесь происходит? Андрей, они хотят нас забрать. Там мы, нам действительно нужно забрать детей, они больше не могут здесь находиться. Что значит забрать? На каком основании? Что это? Решение комиссии. Какое решение? Коей комиссии? Что происходит вообще? Ничего не понимаю. Вам и не надо ничего понимать. За разъяснениями обращайтесь в соц.опеку. А сейчас не мешайте нам делать свою работу. Никуда они с вами не поедут. Я не дам вам забрать детей. Ясно? Уходите отсюда. Уходите, кому сказал. Гражданин Кудрявцев, не создавайте проблемы ни себе, ни людям. Стойте, так, слушайте меня понимательно. Все будет хорошо. Диди, не переживайте, все хорошо будет. Андрей, вы нас забираешь? Куда вы их везете? Что это за место? Скажите хотя бы адрес. Я не знаю, что это за место. Куда вы их везете? Милая, не переживайте, все будет хорошо. Слышите? Ксюш, Рома, не пугайтесь, я вас заберу обязательно. Слышите? Все будет в порядке. Все будет хорошо, не пугайтесь. Все будет хорошо, не бойтесь, я заберу вас обязательно. Слышите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алина Борисовна. Здравствуйте. Хочу принимать тебя. Выходим, быстренько выходим. Дети, выходим. Давайте, давайте, быстрее, быстрее, быстрее. Так, давайте. Так, старших сюда, а малявку... Я не найду! Давай, забирай, забирай. Забирай, забирай. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Куда ее убирать? Пусти меня. Пусти меня. Ты у нас борзая, да? Ну ничего, и не с такими делами, Мелли. Отпустите! Я не пойду туда! Не пойду! Посидишь здесь, потом я решу, что с тобой делать. Пустите! Откройте дверь! Откройте немедленно! Выпустите меня! Выпустите меня! Зараза маленькая! Выпустите меня немедленно! Выпустите! Ни-тен! 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 Иди сюда! Йоль! Как это произошло? Откуда они вообще взялись? Не знаю. Может, из школы позвонили. Может, соседи. Сейчас это не важно. Пойдем. Я же вам объясняю. Решение принято на основании, что вы безработный. То есть, если у человека временно нет работы, у него можно забрать детей? Ну, если бы вы были их отцом, это, конечно, было бы другой случай. Я их родной дядя, единственный родственник, а не какой-то там бомж без средств к существованию. Ну, вот это вам нужно доказать. А пока дети находиться с вами не могут. Подождите. Но у меня есть работа. Я жена Андрея. Но вы ведь ушли от него. Подождите. Мы говорили с вашими соседями. Но это не ваше дело. Все, что касается детей, это мое дело. И я не могу допустить, чтобы они жили с дядей, у которого нет работы, и от которого к тому же ушла жена. Просто как-то бред это все. Я действую в интересах детей. Где они сейчас? Я хочу их увидеть. Сначала их распределят в детдом, а потом вы сможете их увидеть. Значит так. Слушайте меня внимательно. Я детей своих заберу, ясно вам? И не дай бог, их кто-нибудь пальцем тронет. Извините. Извините. Черт, я вы ведьма. Я была такая спокойная. Сидит, так разговаривает. Детский дом. Детский дом. Вообще. Ты душить ее захотелось. Я тебя прошу, держи себя в руках. Нервами ничего не добьешься. Ты права. Спасибо, что приехала. Ну, как я могла не приехать? Слушай, я понимаю, что сейчас не самое лучшее время и место, но... Я бы хотел перед тобой извиниться. Юль, прости меня. Я просто ревнивый дурак. Я знаю, что у тебя ничего не было с Чайкиным. Послушай, давай сначала заберём детей, а потом решим, что делать с нами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я просто не знаю, что мне делать. Боже, это я во всем виновата. Если бы мы с Андреем не поругались, если бы я в этот момент была дома... Успокойся. Это бы вообще ничего не произошло. Успокойся, хватит винить себя. Всё будет хорошо. Да как? У меня есть определённые подвязки, и я ими воспользуюсь. Правда, Вань? Я прошу тебя, я прошу тебя сделать что-нибудь. Хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я не понимаю, что за срочность? Детей нужно вернуть назад. Как вернуть? Вы же просили меня... Да, сейчас прошу, что вы будете вернули обратно их дяде. Как скажете? Только не сейчас. Вы их отдадите, когда я в следующий раз приеду с Юлей. С женой их дяди? Это не имеет значения. Делайте так, как я сказал. Просто она должна видеть, что вы их отпускаете. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В общем, не переживай, всё будет хорошо, я со всеми поговорил, совсем дозвонился. Единственное, что не получится детей забрать сегодня, но уже хорошо, что мы можем их увидеть. Спасибо тебе огромное. Я позвоню Андрею, он тоже должен поехать. Подожди. Я всё понимаю, но стоит ли? Андрей всё-таки парень импульсивный, и я не хочу, чтобы всё ушло из-под контроля. Давай я тебе пока одну завезу. Ладно, хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Валер, иди сюда. Иди, дорогой, скажи мне, где монитор, который запечатанный стоял в подвале? Что? Что ты машешь? Идём, я тебе покажу. Идём, 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 идём. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай. Давай быстрее. Подожди, я взял его. Пошли. И бежим. Выходим, спокойно. Быстро выходим. Валера, да. Проследи, что все построились. Выходим, 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 выходим. Не надо шуметь. Все, выходим. Быстрее. Мила. 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 Милочка, супер. Все хорошо. Все хорошо. Все нормально. Ручки не переживай. Все хорошо. А ты чего? Пошли. Алина Борисовна, кто-то включил пожарную сигнализацию. Трое детей пропало. Те, которые приехали с вами. Ладно, давайте заводите детей внутрь. Понял. Валера. Валера, заводим детей. Так, все заходим. Спокойно заходим вовнутрь. Все уже нормально. Уже не волнуемся. Все. Все. Не бежать. Спокойно заходим. Все. Здравствуйте. У вас что-то случилось? Где мои дети? Кто-то включил пожарную сигнализацию и ваши дети пропали. Как пропали? Откуда я знаю? Пришли с полиции, написали какой-то акт, забрали детей и уехали. Написано акт обследования условий пребывания ребенка, находящегося в обстановке, представляющий угрозу его жизни или здоровья. Поверьте мне, у меня прекрасные и замечательные условия. Да. Извините, я вам перезвоню. Андрей! 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 Я так соскучилась. Вы что тебе делаете? Андрей! Мы сбежали. С ума сошли. Проходите быстрее. Вас не обижали? Нет. Все хорошо? Да, все отлично. Я вам обещаю, что я никогда, никому больше не позволю вас заходить. Андрей! Андрей! Юля! Слава! Я по тебе очень сильно соскучилась. Я так испугалась. Ты не поверь. Даже не подходите. Мы вам детей не отдадим. Тогда я позвоню в полицию. Звоните кому хотите. А он что здесь делает? Давайте сделаем так, как мы с вами договаривались. Это уже слишком далеко заходит. Мы же друг друга понимаем. Я постараюсь. Идите. Так, дети. Давайте. Идите в комнату. Хорошо. Не делай. Пошли. Ну, слава богу. Я не позволю вам добрать детей. Что вы делаете за беспредел? Мои адвокаты сотрут вас в порох. Ну, все, она ушла. Сегодня детей вас уже не заберут. Ну, а завтра я займусь ими. И обещаю, что я не успокоюсь, пока детей не оставят в покое. Спасибо. Серьезно? Чайкин? То есть, Чайкин теперь будет заниматься этим вопросом, да? Здравствуйте. Если захочешь, чтобы я тебе все нормально объяснила, позвонишь. А бременским музыкантам дом понравился, и они остались в нем жить. Не выключай. Я боюсь. Чего ты боишься? Так придет тетя и опять заберет нас. Я обещаю, что она больше не придет. А тот дядя. Какой дядя? Который приходил с ней и с Юлей. Чайкин, что ли? Его точно не стоит бояться. Он Юлин друг. С той дядей он тоже дружит. Откуда ты знаешь? Я видела их вместе в детдоме через окно, когда меня запряли от Ромы и Ксюши. И что они делали? Разговаривали. А потом он ей дал какой-то конвертик. Она заглянула в него и, по-моему, улыбнулась ему. Добрый день. Курьерская доставка. Где я могу найти Юлию Кудрявцеву? Вон ее кабинет, но ее еще нет. Могли бы вы передать? Да, конечно. А, я понял. Спасибо. Спасибо. Я прошу, чтобы ты вернулась ко мне. Я знаю, как виноват и готов исправить свои ошибки. Твой муж Андрей. Доброе утро. Здравствуйте. Привет. Какие цветы кому? Тебе. Мне? Ну да, я просто подумал, что нужно сделать ей приятное. На тебе в последнее время столько навалилось. Спасибо, очень красивый. И, кстати, это еще не все. У меня для тебя еще один сюрприз. Я договорился соцслужбой. Они не заберут детей? Нет. Об этом тебе можно больше не беспокоиться. Спасибо огромное. Ты знаешь, что ты любишь английскую литературу? Литературу. Молодец. Так, теперь с тобой. Так, пиши задачку. Вот, 374-я. Для рагу повару нужно 6 килограмм картошки, моркови в два раза меньше, а лука в два раза больше, чем моркови. Сколько лука потратил повар? Да из этого ерунда получится не рагу. Пиши. Повар дурак, не умеет готовить. Ответ. Ладно. Чего ты все время смотришь на телефон? Я Юле утром отправил букет с запиской, и она мне почему-то до сих пор не ответила. А ты не хочешь к ней лично поехать и поговорить? А я ему говорю, что мы на потолке сделаем дверь, ну типа как прикол. А он такой, а в какую сторону она будет открываться? Да, я знаю, я с этим заказчиком уже работал, у него постоянно такая штука происходит. Я буду скучать. Я тоже. Пока. Пока. Все, давайте, уроки делайте. Ну ладно. Спасибо за продукты. Я вот еще хотела оставить. Не надо, я не возьму. Ну, Андрей, я же на детей оставляю, а не тебе. Спасибо, мы справимся. Я не возьму его деньги. Кстати, ты знаешь, что, судя по всему, этот Чайкин подстроил весь этот цирк с соцопекой? Опять? Ты серьезно? Может быть, ты забыл, как Ваня помог нам? Я уверен, что это была часть его гениального плана. Ты сошел с ума окончательно. А теперь не настораживает? Стоило этой женщине из соцопеки забрать детей, как тут же появился твой Чайкин, и неожиданно все решил. Потому что я ему все рассказала и попросила помочь. Какой благородный рыцарь. Я даже не удивлен, что ты его защищаешь. А я удивлена, что мы с тобой четыре года прожили. Знаешь, Андрей, ты реально крутой повар. Спасибо. Те, кто не взял тебя на шеф-повара, дураки. Даже спорить с этим не буду. Я вообще не понимаю, что ты так парился насчет этой должности. Я бы на твоем месте вообще свой ресторан открыла. Я думал об этом. Просто на нужные деньги. Ну, так возьми в кредит. Да то потом будешь сам себе хозяин. Обещаю об этом подумать. Кстати, скоро же у кого-то день рождения. Мил. Запросто. Привет. Привет. Ты что, в детство ударилась? Да нет, у Милы сегодня день рождения. Угу. Ты пойдешь? Ну, конечно. Там же Андрей будет. Ну, и что? Я иду туда ради Милы, ради детей. Ну да. Как в садике дела? Да все, как обычно. Ой-ой-ой, смотри, кажется свет пропал. Да. Так, хорошо, что у меня свечки есть. Так, раздевайся. Это тебе? Нет. О, спасибо. Держи. Спасибо. Ботинок снимай. Ой. Темноты не боишься? Ой. Что это такое случилось с ним? Что это? Куда вы попали? Здравствуйте. Меня зовут... Белоснежка. Правильно, я Белоснежка. Добро пожаловать в наше королевство. А тебя как зовут? Мила. Приятно познакомиться. А еще в нашем королевстве живет чудесный... Зомби. А ты знаешь, что в нашем королевстве нету принцессы? Поможешь нам ее найти? Конечно, помогу. Хорошо. Тогда слушай внимательно. Нам нужна красивая девочка. Лет пяти, а еще лучше шести. Примерно вот такого роста. И с очаровательной улыбкой. Не видела такую? Я буду принцессой. Угу. Ты? А ты справишься? Конечно, справлюсь. Хорошо. Тогда садись на свой трон. Теперь он твой. Спасибо. Теперь ты стал самой настоящей принцессой. Оп. И теперь в нашем королевстве появилась принцесса. И все было хорошо до того момента... До того момента, пока в королевстве не появился злой волшебник. А, я вас сейчас всех заколдую. О, господи. Принцесса Мила, помогите нам избавиться от этого злого волшебника. Нагони на него зомби. Дорогой зомби, я приказываю тебе, прошу тебя, прогнать злого колдунчика. Ого! Уходи! 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 Мы победили! Мы победили! Победа! Так. А что это у нас? Загадывай желание. Ура! Да, ну все, давай. Пока. До свидания. До завтра. Да, конечно, я все понял. Юль, подожди. Мне звонил только что клиент из боулинга, он хочет тот более молодежный вариант дизайна. Он с ума сошел? Нам завтра материалы привезут. Вот именно. Нам нужно переделать все накладные, иначе все, что завтра привезут, нам нужно будет просто выбросить. Боже мой. У Милы сейчас день рождения, я и так уже опаздываю. Мне правда очень жаль. Но если мы сейчас этого не сделаем, компания понесет колоссальные убытки. УДАР Да, конечно, сделаем. Да. УДАР 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Какие люди! А мы вас уже не ждали. Праздник уже закончился, так что, простите, я немножко не вовремя. Да, можно я Миле передам подарок? Мила уже спит, поэтому оставь, пожалуйста, здесь. Я утром ей передам сам. Андрей, у нас на работе случился форс-мажор. Мы сидели, разбирали накладные. Я не могла уйти. И что это за форс-мажор такой, который важнее дни рождения ребенка? А, я даже знаю, как его зовут. Да, его зовут Ваня Чайкин. Мы с ним вместе работаем. Это мой начальник. Судя по всему, уже не просто начальник, да? Передашь. Передаю? Держи. Спасибо. Дети! Привет! Привет! Да, все сюда. Смотрите, что покажу. Манька, давай еще? Па-бам! Это что, деньги на ресторан? Да. Я заложил квартиру, и в банк мне выдали кредит. Дети, этого очень много. Достаточно, чтобы открыть свой ресторан. Андрей, это же отлично! Я тоже так думаю. Уверен, что когда ваша мама поправится, она тоже это оценит. Круч! Капец! Идеально. То, что нужно. Теперь вы понимаете, почему я не хотел, чтобы здесь был обувной магазин? Или что-то подобное. Здесь обязан быть ресторан. Много людей, музыка, уютная атмосфера и непременно великолепная кухня. Я рад, что вам нравится моя идея. Ну вот. Если вас все устраивает, давайте подпишем документы. Ну и помещение ваше. Но у меня есть одно условие. Когда откроете ресторан, чтобы была мне скидка. Потому что я собираюсь быть вашим постоянным клиентом. Договорились. А если будете молодцами, я друзей подтяну. Ну, отлично. Прошу. Ну, отлично. Да. Привет. Начинаем операцию спасения. Кого и от чего будем спасать? Тебя от серых будней проблем. Ну, тебе ведь нужно развеяться. А это место как-никак лучше подходит. Милый ресторанчик новый. Недавно открыли. Ну, ну да. Столик я уже заказал, потому что там очередь на две недели вперед расписана. Умеешь-то уговаривать? У тебя полчаса на сбору. Стой. Открывай глаза. Я узнаю это место. Несмотря на то, что здесь сделали ремонт. Да. Это ресторан, в котором у нас было первое свидание. Да, раньше было все намного проще. Ну да. Они за эти годы нормально поднялись. Но и мы на месте не стояли. Что? Да ничего. Просто вспомнил, когда мы с тобой здесь были в первый и в последний раз. Ну да. А я очень боялся, что ты сделаешь заказ больше, чем я смогу оплатить. Я очень стеснялся тебе об этом сказать. Спасибо тебе, что заказ был скромный. То есть ты думаешь, это было случайно? Серьезно? Ты знала? Вань, надо было лицо твое видеть, когда ты в меню заглянул, как твои глаза на лоб полезли. Но сегодня я скромничать не буду. Да. Да. Заказывай все, что угодно. Готов, да? Конечно. Зовем. Давай. Благодарю. Вот так вот я впервые в жизни и понял, что я чего-то достиг. Ты многого достиг, не скромничай. Ты настойчивый. Да. Но, как выяснилось, нужно мне и совсем другое. Что? Кто? Человек, с которым бы я просыпался каждое утро, к которому бы я спешил после работы. Ты ведь тоже этого хочешь? Все, Ваня, этого хотят. Юр. Ты достойна счастья. Рядом с тобой должен быть человек, который не критикует тебя, который не обвиняет. А видит тебя такой, какая ты есть. Настоящую. Талантливую, смешную. Безумно красивую. Спасибо, Ваня. Мне очень приятно слышать эти слова. И это действительно чудесный вечер. Это только начало. Узнаешь? Узнаешь? Потанцуем? Ну, конечно, кто он сможет. Тое ощущение, что всех этих олев без тебя не было. Даже если они не были, то я просто хочу их забыть и вычерпать. Хотя, знаешь, какая разница? Если мы сейчас здесь вместе... Ланя, прости, мне нужна минутка. Ой, ты понимаешь? О, Боже. Господи, идем отсюда. Ланя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, проходите. Здравствуйте. Приехал, как только смог. Вы сказали, что это не телефонный разговор? Ага. В общем, нужна операция. Мы можем её провести. Так. А почему вы не говорили про неё раньше? Мы надеялись на улучшение, но чуда не произошло. Показатели ухудшились. Но вариантов других нет. Хорошо. Что от меня нужно? Моё согласие или что? Не только. Операция стоит немалых денег. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Андрей, что-то случилось? Да, Ксюш. Я только что был в больнице. В общем, состояние твоей мамы очень сильно ухудшилось. Ей нужна срочная дорогостоящая операция. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, это же деньги на твой ресторан? Да, но здоровье твоей мамы сейчас самое важное. Я тебя попрошу, не говори ничего младшего. Пока. Хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алло. Привет. Андрей, мне нужно с тобой поговорить. Юль, слушай, давай в другой раз. Я сейчас в больнице. Просто сестре делают операцию. Привет. Привет. Что, есть какие-то новости? Они уже четыре часа там оперируют. Понятно. Ты хотела о чем-то поговорить? Да. Андрея. Ну что? Мне жаль. Операция прошла неудачно, и ваша сестра по-прежнему в коме. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы бессильны. И что теперь сделать? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...